Только посмотрите, какая лапочка. Знаете, этот декоративный кролик лишь малая часть от общего пополнения от огромного бэби-бума в зоопарке детской патологической станции Нового Уренгоя. Помимо кроликов появились морские свинки, перепела, вороны. Самыми классными, самыми яркими экземплярами, представителями стали новый олененок, которого еще никак не назвали, и маленький павлин по имени Толик. Мы всех их вам обязательно покажем. Малышу всего месяц. Оперение невзрачное, так природой задумана маскировка. Но уже через пару лет маленький Толик превратится в большого яркого Анатолия Павловича. Маленькие олени, вот бурого цвета у них мех. Они не пятнистые, вот такого очень красивого оттенка. Урингойса, Бета, Лунтик, Камета, Кай и Герда. Это несколько вариантов имен. Да, в общем-то, ничего, хочется ответить Кирьяну. Ну, что, единственная, к сожалению, его фраза, словарный запас такой не очень большой. В общем-то, у семейства воронов тут пополнение тоже три, кажется, особи, которых уже не отличить от взрослых. Всего за три недели они вырастают до размеров, ну, почти как Кирьяна. Конечно, вольер хотелось бы и побольше, чтобы был. Ну, то, что у нас есть, мы используем максимально ресурсы и материальные, и ресурсы штата. Песцов тоже прибавилось, правда, малышей увидеть не получится. Мама в течение 10 дней после родов, 10-14 дней вообще не выходит из норы, а самец приходит, ее кормит. Большинство животных попали на экологическую станцию, что называется, не от хорошей жизни. Вот, например, песец Степа. У него нету одной передней лапки, потому что он потерял ее в охотничьем капкане. Но, тем не менее, он продолжает содержать свою семью. Сейчас станция закрыта для посещения. Нужно привести в порядок вольеры и клумбы. Откроется в конце августа. Продолжение следует...